Каспийский кинофорум 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 Анара здесь Давайте тоже поаплодируем Да, очень приятно Да, спасибо Раэт Фарид Заде Иран, руководитель отдела международных связей Фонда кинофорум Давайте тоже поаплодируем А также с нами онлайн Идрис Идрисов Представитель культурного центра При посольстве Исламской Республики Иран В России Переводчик Мохаммед Хамиди Магада Иран Управляющий директор Центра документального и экспериментального кино К нам присоединится Через несколько минут Алексей Сашин Креативный продюсер платформы «Премьер» С нами очно Григорий Сотников Ведущий редактор Оригинал контента Онлайн кинотеатра «ОККО» И Матвей Зувов Редактор сценарного направления Издательства «Эксмо АСТ» Спасибо большое Как мы говорили Что Ну или не говорили еще Мы провели тренинг Со всеми нашими участниками Часть участника будет сегодня Выступать вживую Часть онлайн Итак Мы представляем первого участника Это Светлана Ликомцева Которая представит проект «Альбинос» Светлана, вам слово Добрый день Пять минут пошло Добрый день еще раз В домах оставшихся от старой базы отдыха Закрытой в советские годы Живут свою незамысловатую жизнь Жители рыбацкого поселка До ближайшего города Несколько часов езды В основном Все местные жители Браконьеры Ловят рыбу Потому что иначе Не прожить Здесь же в шаге от моря Живет 40-летний Антон Он пришел в поселок Несколько лет назад Поселился в заброшенном доме Кто он Откуда Никто не знает Антон хмурый Неразговорчив С людьми не сходится Со стороны Андердог Своего рода Неудачник И пьяница Хоть все еще Крепкий Тренированный Закаленный морем В конфликты Он не вступает Между браконьерами И погранслужбами И поэтому Вызывает неуважение Населения поселка Друзей у него Естественно нет Но он приятельствует С семьей соседей У которых есть Дочь подросток Однажды в поселок Приезжают машины С вооруженными людьми И после конфликта С соседями Антона Они похищают Эту девочку Так Антон узнает Что сосед браконьер Который задолжал Бандитам Крупную сумму денег Из-за рейда пограничников Весь его улов С соседрами Пришлось утопить Антон Ранее обходившись Обходивший любые конфликты Внезапно меняется Оказывается В его прошлом Гибель Его дочери По халатности И терзаемый Чувством вины Он хотел спрятаться От людей В этом поселке Он поднимает Шумиху И заставляет Местные власти Начать расследование Похищения Это не нравится Ни полиции Ни местным жителям Из-за внимания К поселку Они теряют заработок Поселок Присылают Молодую Следователь Шузарьему Ее нерасторопность И неопытность Вызывают У Антона Злость Он видит Что дело Пытается спустить На тормозах С ее помощью У Зарем И с Антоном Начинаются Конфликтные отношения Антон понимает Что от себя Не убежишь А в прошлом Он работал В службе безопасности Компании Промышленной разведки У него хорошая Подготовка Ему придется Взять возвращение Ребенка В поселок В свои руки Однако Он пока старается Не выходить На тропу войны Пытается договориться И бандиты Согласны вернуть Ребенка Только за золотую Икру альбиноса Ставят срок Две недели Белая икра Белуги альбиноса Это самый дорогой Сорт деликатеса Он добывается В Каспийском море И поставляется В золотых банках Такая икра Стоит сотни тысяч долларов За килограмм И по сути Выловить одного Альбиноса И можно Озолотиться Единственная возможность Вернуть девочку Это найти Выловить Альбиноса Но Каспий Насыщен браконьерами Которые не будут Делиться Своей добычей Погранкатерами Которые проводят Ежедневные рейды Военными кораблями И охраной Нефтегазовых Месторождений Пяти стран Здесь нужно быть Очень удачливым Чтобы в принципе Выжить В погоне За золотой рыбой И поэтому Антон От серии к серии Преодолевает Разного рода Смертельные Препятствия На большой воде В конце С неожиданным Союзником Заремы Они все же Находят Альбиноса Но девочку Им не возвращают Поэтому Антон Всех бандитов Убьет И продолжит Искать ее Во втором сезоне Почему это Может быть интересно Во-первых На конец 23 года Нет аналогичных Фильмов и сериалов Про браконьеров И промысловую охоту За ситром И тем более Нигде не поднималась Тема Добычи белуги Альбиноса И золотой икры Есть задел На второй сезон Это промышленная разведка И поиск этой девочки История подразумевает Копродукцию Со странами Каспия Удивлять будем Разборками Погонями На большой воде И сам по себе Концепт Альбинос Это не только Редкий вид Рыбы Но и Сам по себе Главный герой Который Единственный Решает Изменить систему И искать ребенка С этим Каспийское море Объединяющее Пять стран И за референс Взят поселок Дагестане Новотереченск Референсы кино И сериалов Спаси меня Неслучайность Гнев Это по теме И визуалу А только по визуалу По воде Это смертельный улов И снеги Это моя Дрим команда Так я себе Ее представляю И обо мне У меня за плечами Профессиональное Высшее сценарное Образование И финалы Нескольких Профессиональных Конкурсов Спасибо за внимание Вопросы Да Светлана Спасибо за Увлекательный Питч Вопрос какой Вам здесь В чем видится Сотрудничество Стран Каспийского Региона В чем здесь Потенциал Для копродукции Это подвижная история У нас действия И на берегу И в море Я уже сказала Что у нас Каспийское море Объединяет пять стран Но есть Некие нейтральные воды На которых И действуют браконьеры На самом деле И в этих нейтральных водах Все пять стран Отлавливают браконьеров В принципе Можно Рассказывать историю Вот именно С точки зрения Боевика И экшена Вот на территории Всех стран Спасибо Светлана Спасибо огромное За отличную презентацию У меня вопрос Вот вы сказали Что там у вас Запланирован сериал На восемь серий Правильно я понимаю В первом сезоне Да А почему именно Сериал А не фильм Какими линиями Еще планируете Держать Интерес Зрителя Потому что в целом Эта история Подходит на полный метр Спокойно Да Действительно Подходит на Разные форматы Почему хочу сериал Потому что Здесь будет Интересное Раскрытие Истории Разных историй Жителей Поселка Поселок Находится на территории Дагестана Я уже представила Разнонациональных Героев Это Зарема Дагестанская Следовательша И Антон Который приехал Из другого города Поэтому здесь Будет взаимоотношение Интересное Понял Спасибо Григорьев У меня вопрос А почему вы переносите Киналу истории На Слышно меня теперь Ну в принципе Я слышно Да Да Мне кажется Вы тут обманываете Ожидание зрителя Потому что Ну Если цель Антона Найти ребенка И В конце Он не находит В чем финал Собственно говоря Где катарсис 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 Он находит Способы Для того Чтобы Найти Ребенка Но не все Зависит От него И это понятно Здесь у нас Антагонисты Бандитские силы Почему На второй сезон На втором сезоне На втором сезоне Я хочу Чтобы он занимался Промышленной разведкой Пошел в Иран Поэтому я И сказала о том Что у него Профессия Как раз Спецслужбы Промышленная разведка Я думаю Что все таки В первом сезоне Финал есть Если мы посмотрим Референсы Сериалы и фильмы Которые я назвала Типа спаси меня Типа гнев Там детей не спасают Поэтому это Норма Здравствуйте Светлана Я хотел вас Поблагодарить За презентацию Я хотел присоединиться К коллегам На мой взгляд Там Событий Явно не хватает На 8 серий По 40 минут И То что вы Предлагаете Финалом Тоже хочется присоединиться Это больше похоже На midpoint То есть Отличный поворот В середине История Подумайте Пожалуйста Просто явно То есть 8 серий Это 8 шагов К цели Сама заверка Классная Хотелось бы Лично мне Хотелось бы понять Почему Ваш герой Вписывается За эту девочку Кто она ему Окажется дочерью В результате Я это не считал Из заявки Расширь Надеюсь Надеюсь Там будет какое-то Объяснение Это отличная тайна Вы меня Зацепили Этой тайной Мне хотелось бы узнать Но из Того что я прочитал Я получил Что ознакомился Со всеми проектами Вот так вот Заранее чуть-чуть Не впервые Услышал Вашу историю Поэтому Мне очень сильно Хотелось бы узнать Причину Именно Того что Героев Зволновала Соседская девочка Почему-то вдруг Вот этот вот момент Это здорово Что он Зволновал Но какое-то Объяснение Хотелось бы Получить И Черт побери Вы предлагаете Поход В другую страну На второй сезон Откладывать Ну а Первый Тоже Такое Вот Спасибо большое За Ну то есть Вы зацепили Историю Сказав А Надо остальные Буквы успеть Рассказать Еще раз Спасибо Если кто-то Из коллег Хочет что-то Добавить Спасибо Спасибо Коллеги Может быть Есть вопросы У наших экспертов Которые Находятся онлайн Нет вопросов Спасибо Спасибо большое Следующий проект Представит Вячеслав Мокин Из Казахстана Из Астаны Квест Лунатика Вячеслав Вам слово Спасибо Добрый день Меня зовут Вячеслав Мокин Я представляю Казахстан Астану Я телевизионный Режиссер И продюсер А с недавних пор И сценарист Игрового кино Как преданный Поклонник Фантастики Фэнтези И эзотерики Я представляю Вам сценарий Фантастического сериала Квест Лунатика Это горизонтальный Мини-сериал Четыре серии По 30 минут Герои сериала Живут как бы В реальном мире Но как выясняется В процессе повествования Наш привычный мир Далеко не так прост И к тайне Можно прикоснуться Буквально протянув руку Моя история О парне из Астаны По имени Устем С которым Происходят Загадочные события Его привычный мир Разрушен А сам он Втянут В водоворот Опасных приключений Герой может заснуть В мире С нежной Любящей женой А проснуться В другой реальности Где его жена Совершенно другой Чужой человек А любимого ребенка Никогда не существовало Он не узнает Своей квартиры В которой появляются Новые предметы Обстановки И исчезают старые А в квартиру Врываются Странные персонажи И рассказывают Немыслимые истории О параллельных вселенных Расследуя Просходящие с ним События Рустем выясняет Что ко всем странностям Имеет отношение Прямое отношение Его лучший друг Который Преследуя Корыстные цели Научил его Изотерической практики Осознанных сновидений В крови героя Обнаружены Психотропные вещества А сам Рустем Втянут В противостояние Двух таинственных Группировок Которые зарабатывают Привозя Из сновиденных миров На продажу Дорогостоящие Артефакты У лидеров Этих группировок Разные моральные ценности И методы работы Но обоим группам Рустем нужен Как сталкер С уникальными способностями Рустем узнает Много сенсационного О некогда привычном Ему мире О том, что сны Это не фантазии мозга А реально существующие Параллельные вселенные Такие же реальные Как его мир И что по этим вселенным Освоив практики Можно путешествовать А сами путешествия Очень опасны Ведь в них Можно заблудиться Бесконечно витая В астральных мирах А принадлежит ли Нашей вселенной Сам Рустем Герою предстоит Отыскать Среди бесконечности Миров Жену и ребенка Раскрыть тайну Исчезновения Своего отца В контексте Новой картины мира Спасти похищенную Сталкерами дочь Унаследовавшую Его способности Противостоять Ворогам А иногда и друзьям А самое главное Остаться верным Своим моральным принципам Несмотря на все Угрозы и искушения Первый сезон Завершается на ноте Неуверенности в будущем Потому что Рустем осознает Что он и его семья Теперь навсегда вовлечены В опасные приключения Связанные С параллельными мирами И торговлей Бесценными артефактами Для написания сценария Я вдохновлялся Мирами Сергея Лукьяненко Его дозорами Мирами Роджера Желязны Практики осознанных сновидений Описанные в сценарии Основаны на моем Личном опыте Референсами Также послужили Такие кинопопеи Как Матрица За ее глубокую метафору Об иллюзорности Нашего мира А также Сталкер Андрея Тарковского Почему я уверен Что проект будет успешным Во-первых В сценарии описывается Интересная Оригинальная вселенная Связанная С одной из удивительных Загадок человеческого сознания Загадкой сновидений И Квест Лунатика Предлагает зрителям Глубокое погружение В эту тему Через увлекательный сюжет Сценарий также Представляет Безграничные возможности Для фантазии режиссеру При создании визуализации Что сделает фильм Привлекательным В плане спецэффектов И общей визуальной зрелищности Но при глубоком Философском сюжете Я выступаю сценаристами Режиссером проекта Оператор-постановщики Евгений Шаманаев Актеры Поисково-экспериментальный Театр Синтез Из города Астаны И сейчас я прошу Запустить тизер Пилотной серии Которую мы сняли Это все так реально Что такое Перезапустите, да? Отличить сон от реальности Невозможно Иногда все так реально Я так долго не пройти Я вообще подумал, что у меня шиза Мужчина Вам скорую вызвать Сильное возмущение в поле Что принимал? Да ничего я не принимал Идите от меня, яниза Не рыпайся Ну вот мы и встретились На этой стороне Спасибо Спасибо большое за внимание Надеюсь, проект будет Когда-нибудь реализован Спасибо, коллеги Какие есть вопросы Желания Здравствуйте Спасибо большое за презентацию За тизер снятый С рапа-сизеру Видно, что вы Очень круто Работаете с артистами Я немножечко К сюжету Я хотел бы узнать Из материалов Не стало понятным Что стало триггером Почему именно этот герой Именно сейчас Вдруг Становится между мирами Между Этими параллельными Мирами Почему именно с ним Это произошло Почему именно сейчас Что стало Отправной точкой Ну в процессе Повествования Выяснится Что, во-первых У него В семье Его отец Таким же образом В свое время Путешествовал Между мирами То есть у них Это как бы В роду У них есть это свойство Вот И герои Одно из группировок Которые соперничают За его За обладание Им об этом узнали И они его Всячески пытались Эти свойства Эти таланты В нем возбудить То есть ему Тайно давались Психотробные вещества Ему преподавались Вот эти практики Эзотерические Чтобы в нем Как бы вот это все Всклынуло Эти все таланты Вышли наружу И он смог Работать на них Принося из параллельных Миров Дорогостоящие артефакты Ну это понятно А почему именно сейчас Вопрос был об этом Почему не вчера Не позавчера Почему не завтра Что Что стало Отправной точкой Вот этот вопрос был Ну наверное Время пришло Время когда Его способности Могут раскрыться Раньше он был Слишком маленький Он не понимал Его нельзя было Купить Заинтересовать деньгами Его нельзя было Шантажировать чем-то Сейчас можно Шантажировать семьей То есть он сейчас Стал уязвим Если можно Вот этот акцент Опять же У вас есть Замечательные референсы И обычно Отправная точка Отчетливо За исключением Сталкера Конечно Но Сталкеры Все-таки Это не приключенческое кино Это арт-хаус Поэтому наверное По другим Критериям Оценивается У вас Зрительское кино Я так понимаю Больше привлекает И я бы хотел бы Если бы Вы в двух словах Сказали Какая цель у героя Какая цель Что он хотел До того Как с него Такая страсть Приключилась Чего он хотел И в результате Чего он добивается В конце первого сезона Там неважно Если можно Сформулировать Одним предложением Кого-то спасает Или там Что там Что с ним произошло Какая цель Чего он хотел Чего добился Он хотел улучшить жизнь Поскольку он такой Человек с гражданской позицией Конкретно Что для вашего героя Улучшить жизнь В чем Вообще Он по сценарию У меня У него Яркая гражданская позиция Он помогает детям Он занимается Детьми из детского дома То есть Он неравнодушный человек А в конце Ему предоставляется Возможность спасать Не просто Конкретный детский дом А спасти целый мир От тех Кто хочет Превратить его В коммерческое предприятие Спасает мир События Чем они вообще Необычные Очень необычные Очень непохожие Где физика Другая Где Можно Принести Какие-то Допустим Камни Или какие-то Предметы Обладающие Магическими Свойствами Которые интересны Допустим Как с точки зрения Элементарные Ювелирные Ценности Так и Ими могут Заинтересоваться Военные Или политики То есть Этот мир Еще Развивается Он в развитии Но Я вот это Так это задумал То есть Миры абсолютно разные Как похожие На нас Так и Очень непохожие Обладающие Какими-то Ценными Артефактами Для нас Спасибо Насколько я знаю Нара Шаганова Хотела прокомментировать И этот Может быть И предыдущий Проект Я напомню Что вчера Было замечательное Выступление Представителя Казахстана Более 13% Фильмов Снимается На русском языке В Казахстане Очень большой Потенциал Совместной Копродукции Анара Вы на связи? А меня слышно Нет? Да-да-да Слышно А слышно Ну прекрасно Если вернуться Вот к первому вопросу Там у моего коллеги Прозвучал вопрос Почему он спасает Эту девочку Я тоже Ну Прочитала этот сценарий По мере возможности Альбинос Я имею ввиду И я так понимаю Что главная Мотивационная Так сказать Составляющая Героя Главного Это то Что у него Умерла дочь Погибла дочь Вот И он Видимо Движимый Ну горем Несправедливостью Где он себя чувствует Виноватым И есть Причина Гибели Своей дочери Поэтому Наверное Так Беззаветно И Истово Возьмется Спасать Чужого ребенка Я так поняла Возможно Ошибаюсь Теперь Что касается Квеста У меня Пока нет Ни вопросов Ни комментариев Я прослушала Авторы И Пока Мне этого Достаточно Спасибо 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 большое Спасибо Следующий проект Который Называется Марк Марии Каспий Его представляет Кирилл Захаров Кирилл А микрофончик Возьмете Спасибо Добрый день Меня зовут Захаров Кирилл Я хочу Представить Вам документальный Проект Марк Марии Каспий Выступаю Стенаристом И режиссером Проекта История Которую Мы хотим Рассказать Стара Как мир Есть дочь Есть отец Они любят Друг друга И в то же время Не понимают Друг друга Погромче Можно Их очень Многое Связывает И многое Разъединяет История Их Взаимоотношений Развивается На фоне Завораживающих Пейзажей Русского Каспия В окрестностях Города Дербент Также съемки Будут проведены В Астраханском Природном Заповеднике И в Москве Главные Действующие лица Марк Рыбак Он живет В поселке На берегу Каждый день Выходит в море Повторяя Ритуал Своего деда Своего отца Его жена Умерла Мария Ему дочь Она выросла На Каспии В 16 лет Переехала в Москву Закончила университет Работы И третий персонаж Это Каспийское море Это работа Об отношениях Отца и дочери О сложностях Непониманиях Между молодым Бурноцветущим И старым Увидающим Конфликт Который существует Между персонажами Он многоступенчатый Первый уровень конфликта Это естественный Конфликт поколений Второй уровень конфликта Заключается в том Что Мария Получила хорошее воспитание То как Марк себе его представлял Когда воспитывал дочь Но воспитание В некотором степени Оно ортодоксально И вот Мария Переехав Из небольшого Приморского городка В Москву Она понимает Что многое Из того Что в нее заложено В детстве Совершение работает В реальной жизни Она вынуждена Перестраиваться Из-за этого Существует В постоянном Внутреннем конфликте С отцом А третий уровень Конфликта Заключается в том Что Мария Она боится признаться Себе даже Самых сокровенных мыслях Она обвиняет Отца в смерти матери Она считает Что Марк Недостаточно любил маму Это привело К ее болезни И смерти Встреча Марка И Марии Еще больше усиливает Противоречия Из-за ширмой Радости от встречи Скрываются И Невысказанные обиды Упреки И все это конечно Всплывет наружу Потому что Следующая встреча Она будет Очень и очень Нескоро Декорацией Для разыгрывающейся Иногда драмы Иногда комедии Выступает Каспий Который все прощает И все понимает Фильм будет снят В документальной Игровой манере Референс Это море в огне И священная Римская кольцевая Спасибо огромное За внимание И предлагаю Посмотреть тизер Проекты Последние сборы Поехали Дагестанск Дагестанск 1318 Дагестанск 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 А я закончила Жизнь в море Ходила Сейчас на пенсии Немножко Полегче Потому что кто-то хочет, чтобы дети занимались, а кто-то нет. То есть ваши не пошли? По полгода в море ходить в океан не каждый желает. Спасибо. Кирилл, а немножко расскажите о себе, что до этого делали. Микрофончик возьмите. В 2010 году я преподавал во французской театральной организации. В 2012 период в Москву. Поступление в высший курс сценаристов режиссеров. Учил Сукверикадзе и Добровольского. Потом работал, закончил, снял дипломный фильм во Франции. Снимал игровой дипломный фильм. Потом работал два года на канале «Культура». Сотрудничал с Андреем Сергеевичем Кончаловским. Был его ассистентом на «Дорогие товарищи» и в театре на «Три сестры». И преподавал в ГИДИСе у него на курсе. В 2019 году снял документальный фильм «Белая гвардия. Рождение романа» и четыре законченных документальных фильма от Министерства культуры Российской Федерации. Спасибо. В чем вы видите потенциал для именно копродукционного сотрудничества на нашем проекте? Я сейчас услышал вопрос. Микрофон, пожалуйста. Да, я сейчас услышал вопрос. Я предполагаю, что, может быть, какой-то очень близкий друг Марка, может быть, из соседней страны, и он к нему обращается, чтобы решить свои какие-то... Ну, чтобы он помог ему решить какие-то свои проблемы, которые он не понимает, как разрешить, если честно. Это же документальный фильм? Да. А он в реальности у него есть? Есть. Была командировка в регион, было знакомство с людьми. Есть несколько семей с очень близкой историей. То есть там, ну, допустим, есть девушка вот в таких же отношениях с отцом, и тоже нет матери, но, допустим, у них там есть... Она не одна в семье. Одна не одна в семье. Там традиционная семья. Она приехала в Москву, закончила здесь журналистику. То есть с ней был разговор об этом фильме, но, знаете, она, конечно, может это казаться. То есть в итоге, конечно, это может произойти, но тогда надо искать, если надо искать. Спасибо большое за проект, за презентацию, за видео. У меня есть небольшие сомнения насчет того, что можно поженить неигровой фильм с игровым. Вот даже вот сейчас вы стали рассказать, можно что-то додумать и так далее. А смысл делать неигровое кино в таком случае? Может быть, стоило бы, не знаю, пригласить сценариста, наверняка у вас огромное количество знакомых, и укрепить сюжет, потому что он не слишком считывается. Для неигрового кино оно, может быть, и ничего. Вот. В чем конфликт, что героям надо. Мой любимый вопрос, как вы уже, наверное, догадались. Но хотелось бы считать. Обычный сюжет, это вот герой что-то вначале захотел, в конце он это, ну, наверное, заполучил. Если это фильм о прощении, то есть если там героиня дочь, и, соответственно, простила отца, или поняла, что он в смерти матери не виноват. Я так понимаю, что это был один из таких вот важных сюжетных моментов. Всегда что-то должно, наверное, доминировать. То, что пейзаж, локации потрясающе красивые, вы в них разбираетесь. То есть все, что мы видели, очень круто. Вот хотелось бы понять, в чем сюжет. Ну, то есть кто герой, все-таки дочь или отец? Ну, чей ракурс мы рассказываем? Я понимаю, что сейчас передумать не надо, это на уровне пожелания, что называется. Вот этот вот момент. И я еще... Мне заинтересовал проект, я полез в интернет, и есть информация, что этот фильм вроде в 19-м году готов уже был. Нет, нет, это странно. Я просто... Ну, то есть выиграл питчинг, но... И кто-то занес. Да, и кто-то занес. Я просто на всякий случай решил уточнить. Вот. А так, пока просто синопсис... Вот то, что я прочитал, синопсис кажется экспозицией, обещанием какой-то большой драмы. А ее пока вот... Ну, то есть она не считалась. За счет чего? За счет чего? Спасибо большое еще раз за отношения. Спасибо. Можно мне подключиться, да? Я могу подключиться? Да, конечно, вас слушаем очень внимательно. А, послушаем. Вы знаете, я таким интересом прочитала этот сценарий. Во-первых, меня сразу привлекли, конечно, библейские имена. Марк, Мария, Каспия, эти священные воды. И я тоже вот задалась вопросом, каким образом... Конечно, это, возможно, не ко мне вопрос. Это вопрос режиссера, ему это реализовывать. Как можно совместить вот документику и игровое кино? Потому что я разделила для себя жизнь на Каспии. То есть Каспии, вот вы тоже сейчас показали там документальные кадры. Они, ну, так себе и документальные кадры о людях, которые там живут, возможно, рыбачат, возможно, что-то мастерят. И вторая линия, вот взаимоотношения ваших героев. Отца, дочери, Марка. Я тоже жила в Москве. Я знаю, что такое ехать в метро, смотреть в окно, о чем-то думать. Мне сразу приходит на ум потрясающее, помните, да? По крайней мере, в мое время это было потрясающее кино при Балтике с этими морщинистыми рыбаками, там, грубые свитера, эти лодки. То есть все в этой стилистике. Для меня как-то сценарий развалился на то, что я домыслила и вижу, и вижу эту драму там между отцом и дочерью. И какая-то документальная жизнь о Каспии. Вот как это все сойдется в этом проекте, для меня вопрос. Возможно, для вас нет вопросов, но я так и не поняла, каким образом это все будет вы пожените. Как это вызовет интерес. Если я сформулировала свою мысль, то я вас благодарю. Спасибо огромное за замечание. Вы знаете, для меня это, наверное, тоже вопрос. Вообще, я склоняюсь к чистому варианту документалистики. Нужно искать реальных персонажей. Мне кажется, что это может получиться. Единственное, что, конечно, это требует довольно большого времени. У меня был, конечно, второй вариант, но я пока его отодвинул в сторону и пока им не пользуюсь. То есть у меня был, конечно, вариант подживить актеров к реальным персонажам. Мне, честно говоря, до сих пор кажется, что это может сработать. Но это очень... Я прекрасно понимаю, что это очень рискованный эксперимент, и, может быть, я слишком самонадеян. Но мне кажется, что если правильно построить репетиционный период, и он должен быть очень долгим. Это ни в коем случае не постановочное кино, не написание сценария, а очень долгий. Мне кажется, что нужно актера найти, который имеет те же болевые точки, что главная героиня. Может быть, это может получиться. Дело в том, что еще получится или нет, можно понять на этапе репетиции. Не обязательно входить в съемки. То есть к съемочному периоду ты уже точно будешь понимать способ, который ты выбрал. То есть не будет такого, что запустился съемочный период, и вдруг ты во время съемок понимаешь, что это не работает. Нет, нет, это не будет так. Вот. У меня такой ответ. Но я все-таки сейчас склоняюсь к стандарту. Ну, как бы классике. Классике документалистике. Вы, наверное, не совсем поняли вопрос. Как я понял, вас спросили, как вы свяжете линию документального Каспийского моря и героев? Как эти линии связаны в одной истории? Вопрос был, мне кажется, об этом. Да, да, да. Именно об этом, да. Я не понял. Хорошо. Спасибо. Возможно, снимать игровое кино в документальной манере. Возможно, так. Но очень интересно все это, да. Нет, я думаю, что... Если я правильно понял вопрос, я думаю, камера – это наблюдатель. То есть, у меня как бы не будет, то есть, я не предполагаю, что это какие-то интервью или что-то подобное, когда человек обращается в камеру. То есть, если я нахожу очень плотный контакт с героями, а для этого нужно время, то я становлюсь их наблюдателем некой тенью. То есть, в этом смысле я считаю, что это как бы документально-игровое... Если вы помните «Море в огне» или, допустим, все-таки «Римская кольцевая», там установлены камеры, и я вижу, что это месяцами он снимал этих героев и добился той как бы реалистичности, что они живут, не обращая внимания на режиссера, на фильм, то есть они живут в каком-то своем процессе. Ну, если я правильно понял вопрос и правильно объяснил. Спасибо. 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 Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо. Следующий проект называется «Песня забытых духов». Представит его Морал Каитмазова. Ибрагим Аджаваков, Аниис Махачкалы, онлайн. Поехали. Здравствуйте. Меня зовут Морал. Я режиссер материала «Песня забытых духов», также автор. Я родом из Дагестана, и с детства меня увлекает мифология. Считаю, что мифологический мир древнего Дагестана может быть так же интересен, как мифы Скандинавии или японский симптоизм. Меня огорчает, что на сегодняшний день нет увлекательной и доступной для подростков формы повествования о дагестанском мифе. И поэтому я решила создать свою сказку, опираясь на мифических персонажей и древние обычаи и традиции Дагестана. Наш будущий проект – это мультипликационный сериал в горизонтальном вертикальном формате. Он состоит из 8 серий, длительной серии 15 минут и выполнен в 2D-анимации. Теглайн «Древние духи пробудились». Давайте опустим логлайн пилота и сразу перейдем к сюжету. Древний аул Паш страдает от страшной напасти. Каждый год злые ведьмы приносят в жертву одного из новорожденных детей, и никто не может не справиться с этой бедой, не понять причины. Пока не появляется в этих местах главный герой – аул по прозвищу Лекарь. Это катагонист всего сезона, он обладает тайными знаниями и способностью противостоять духам, за что был изгнан из своего племени. Но основная способность таула – это способность сопереживать и не терять веру в людей. Он старается всегда понять и помочь их, несмотря на то, что он когда-то был предан своим джам. Также таул хочет помочь племени Каш. Ему удается спасти новорожденного от рук ведьмы Альпаб. Альпаб – это антагонист пилотной серии. Таул, как настоящий ученый, ищет корень проблемы и находит ответ с помощью злого духа сновидения Харца. Харц поведал Лекарю, что ведьмы – это женщины древнего рода, на которые было наложено проклятие духом змея Каш, которого по ошибке осуществила представительность их рода. Узнав, как задобрить змея, Лекарь проводит обряд вместе с жителями аула и снимает проклятие. В следующих сериях наш герой скитается по горам и долинам Дагестана в поисках знаний и интересов, как будто он сочиняет песни о своих приключениях, которые посвящают своей невеликой, ждущей его в родной кауле. Пути с китанием приводят каула в таинственный лес, в котором на него нападает злой лесной дух. В воле урока наш герой попадает в ухелье, где ему предстоит побороть одиночество и хранители этих скал Барса. Отойдя до скрытых скалах аула Чад, Лекарь встречает алхимиком, который соглашается обучать себя. Изучив тайны алхимии и укрепив дух, Лекарь впадает в коску и беспокойство, сам не понимая отчего. Но вскоре к нему прилетает ластыка, которая приносит страшную весть от его возлюбленной, его родной аул в беде. Лекарь в тот же день отправляется в путь и спасает родной аул от страшной чумы, за что родное племя благодарит его и просит прощения за изгнание. Меня очень вдохновил мультфильм «Принцесса Мононокия». Также референтами являются «Рики-Тики-Тайве» советский мультик и «Ловцы забытых голосов». Считаю, что актуальность нашего сериала заключается в необходимости популяризации культуры малых народов, а также запечатлении вымирающих видов животных. А еще есть социальный запрос на местную анимацию, и на все это нас натолкнул успешно реализованный детский спектакль по сюжету пилотной серии. Пару слов о команде. Режиссер проекта – это я, междисклинарный художник. Последние три года я занимаюсь видеосъемками и видеоартом. Рустам Ахмедов – художник, профессиональный художник с большим опытом анимации около 10 лет. Арина Ломакина – иллюстратор-комиксист с пятилетним опытом работы. И Ибрагим Аджакалов – сценарист с опытом работы 5 лет, реализовал документальные художественные короткие метры. Мы подготовили примерную смету для пилотной серии. По нашим скромным расчетам у нас вышло 700 тысяч рублей. Но мы также надеемся найти поддержку от продюсеров. Наши партнеры – это ведущие телевизионные СМИ Дагестана, а также представители медиа и культуры. На этом презентацию завершаю. Спасибо за внимание и буду рада ответить на ваши вопросы. Морал, спасибо огромное. Ярко, красочно, очень интригующе. В этом, очевидно, есть потенциал, такое мощное фэнтези. Отрадно, что вы собираетесь, если я правильно понял ваш замысел, соединять игровое кино и анимацию? Это просто анимация. Просто анимация, в смысле... А, это просто анимация. Это только анимация. Просто у нас... Да, анимационный сериал, прошу прощения. Значит, смотрите. Вопрос какой. Друзья, у нас страны Каспийского региона – это государства с преимущественно мусульманским населением. И два российских региона – один с преимущественно мусульманским населением, другой – Калмыкия с буддийским населением. И Астраханская область. Да, Калмыкия и Астраханская область наша. Сейчас смотрите. Ну, в общем, одним словом, здесь довольно мощный фактор традиционных религий. У вас же много магии, фэнтези, сказочного и так далее. Не видите ли вы в этом затруднения? То есть, возможно, к проекту возникнут вот такие вот вопросы. Как вы собираетесь на эти вопросы отвечать? И какой вы потенциал видите для копродукции здесь? С какими именно странами? И в чем она могла бы заключаться? И чем бы эти страны можно было заинтересовать? Вот. Я ко всем участникам обращусь. Меня простите, я сегодня все время спрашиваю про, собственно, где здесь копродукция. У меня интуитивное ощущение есть, что любому, любой кинодержаве было бы интересно поучаствовать в таком проекте. Потому что это очень красиво должно быть и необычно. И такая анимация должна появляться на наших просторах. Но я уже вместе с вами начинаю думать, как аргументировать и как отвечать на разные вопросы, которые наверняка возникнут. Пожалуйста. Я думаю, что я могу ответить. По поводу ислама и традиционных религиозных обществ, которые могут не так понять. Я могу сказать, что в целом религия, она, по идее, не должна отменять нашу культуру, прошлое. И точно так же, допустим, славе или католичество, христианство в целом, оно ведь не отменяет присутствие в сказках русалочек или каких-нибудь леших, а все это персонажи из древнеязыческой мифологии. Думаю, поэтому проблем не должно возникнуть. Кроме того, мы реализовывали спектакль. Мы это делали в Махачкале, и у нас было очень много людей, зрителей, никаких вопросов не возникало. В целом, эта наша культура, она не может быть отменена только потому, что с течением времени на смену язычеству пришел мадатеизм. И насчет второго вопроса. В целом, дарестанская культура – это ведь слава разных культур древних империй, таких как Персия, какие-то тюркские страны, Хазария. И действия, они на самом деле происходят в тот момент, когда все эти древние страны, они находятся на территории Дагестана, они взаимодействуют, перепрыгаются. Да и далее в сезоне мы можем отправить нашего главного героя в какую-нибудь соседнюю страну, где он столкнется уже с их духами. Спасибо большое за презентацию. Мне очень понравились референсы из аниме и показалось, что как раз именно в эту сторону, в сторону современного зрителя, молодого зрителя, и стоило бы двигаться. В том числе двигать историю. Потому что история абсолютно, на мой взгляд, достаточно узкая. Я понимаю, что ваша цель о том, что о притчах и сказаниях Дагестана мало кто знает, но сделать, может быть, кого-то, может быть, стоило бы в наши дни перенести. Потому что там нет ничего такого, что не могло бы сейчас произойти. То есть есть села, есть проблемы. То есть понятно, что с какой-то корректировкой. Или, может быть, в это далекое прошлое отправить кого-то из дня сегодняшнего. То есть быть смелее, мне кажется. Это привлечет не только соседей, но, может быть, действительно из соседних народов, чтобы было бы соседей по Каспию кого-то привлечь в сюжет. Я не знаю, не разрушит ли это, конечно, с одной стороны, замысел. Но, может быть, это сделает шире, может быть, это сделает доступнее для зрителей, для нынешних, для современных. Те, которые живут в 21 веке и смотрят аниме или корейские фильмы анимационные. Ну, в принципе, я считаю, что это обсуждаемо, потому что у нас еще нет полностью готового сюжета для сезона. У нас есть только синопсис. Вот, поэтому такой поворот, он тоже возможен. Но, с другой стороны, главный референс для меня – это «Принцесса Мононокия». Я очень люблю. Совершенно современно сделанная, но она выдуманная абсолютная история. Она не, ну, то есть, это не японские, скажем так, нереальные японские притчи. Это авторская история. Может быть, поступить смелее со сценаристом. У вас замечательный сценарист, пять лет работы, круто. Может быть, на шестом году как раз работы расширить и ударить шире. Ну, это в качестве пожелания, конечно же. Просто очень хочется успеха такому классному визуальному ряду. Не только локальный, не только Дагестан, но шире пойти. Понятно, что что-то сохраняя. Да, я просто хотела отметить, что это не просто списывание каких-то легенд. У нас их, на самом деле, не так много. У нас есть просто описательная бумага микологических персонажей и практически больше ничего. Поэтому все, что мы писали, это соединенная нами сказка, как и у Хаяуни Азахи. Вот. Тем более. Коллеги. Может быть, наши коллеги из Ирана прокомментируют. Мы знаем, что в Иране очень развивается анимация. И, может быть, этот проект вам будет интересен. Раид Фарид Заде, господин Мухаммед, Хамеди. Нету, да? Каких-то комментариев. Хорошо. Есть? Здравствуйте. Здравствуйте, господин Мухаммед. У вас есть на звук? Да, да, да. Все слышно. Очень рад. Приветствую всех уважаемых коллег. Я очень рад, что сегодня я с вами. Впрочем, господин Хамеди Мухаддам тоже находится здесь. К сожалению, он столкнулся с рядом технических проблем. Но я думаю, что он также сможет ответить. Я с самого начала просматриваю проекты, презентации. К сожалению, мы подключились немножко с запозданием. И ввиду того, что наши отношения немножко просели в предыдущее время, мы надеемся, что в будущем мы сможем работать в более ускоренном темпе. Но я думаю, что если бы мы вовремя получили информацию, то также были бы представлены проекты и из Ирана. Но в любом случае, я уверен, что на будущее, на будущие форумы можно будет действительно пригласить иранских участников. К тому же вчера было очень большое количество прекрасных предложений, в частности, относительно проведения кинофестивалей в городах Каспия. Мне кажется, что действительно можно провести подобные мероприятия, в том числе с проектами, которые будут представлены и другими странами. Таким образом, можно будет выстроить совместное производство фильмов, ознакомиться с совместным творчеством и, в принципе, двигаться вперед. Помимо этого, если, я не знаю, господин Хамеди подключился или нет, я думаю, он также будет помогать нам. Как вы знаете, скоро пройдет в Иране безженародный конкурс Хагигат, где будут представлены фильмы документальные, а также кинофестиваль Фадж. Я думаю, что также там можно будет говорить о питчинге совместных проектов. Помимо этого, помимо этих двух мероприятий, которые пройдут в ближайшие месяцы, мне кажется, имеет смысл поговорить более пристально о том, чтобы подключить не только кинопроизводителей, но также инвесторов из Каспийского региона. Но в любом случае, благодарю за время, которое вы уделили мне. Спасибо большое. Спасибо, спасибо большое. Коллеги, предлагаю вернуться к питчингу. Следующий проект называется «Отчаяние». Юлия Оршанская. Игровой сериал. Да, спасибо. Презентацию видно? Да, все видно. Да, спасибо. Добрый день. Меня зовут Оршанская Юлия. Я сценарист сериала «Отчаяние». «Отчаяние» — это горизонтальный сериал в жанре криминальная драма продолжительностью 8 серий по 45 минут. По данным МВД, в России ежегодно пропадает 40 тысяч детей, причем это число увеличилось вдвое за последние 10 лет. Кого-то похищают, а кто-то из детей сам убегает из дома, в котором его не любят. Их гонят оттуда отчаянно. И в моем сериале «В небольшом городке» также полтора года пропадают дети, и нет никаких улик и подозреваемых. Тема моего проекта — это детско-родительские травмы и взрослые люди, которые пытаются с ними бороться. Они борются с ними с помощью алкоголя. Кто-то унижается терпеть насилие ради воображаемой любви, кто-то является источником насилия. И идея моего проекта — это вспомнить про любовь, которую люди забыли из-за того, что заняты выживанием. Тема проекта актуальна, так как тема отцов и детей всегда имела высокий интерес в российской драматургии. К тому же в последнее время люди часто стали прорабатывать свои детские травмы и обратились к своим ментальным проблемам. Итак, главная героиня Саша — это воспитательница детского сада, которая была воспитана властной бабушкой после смерти родителей. Никогда не слышала от нее ни одного доброго слова, поэтому во взрослом возрасте Саша пытается всем угодить, чтобы искусственно получить какую-то похвалу, одобрение, любовь. Но ничто не может утолить эту жажду любви, поэтому Саша мечтает о ребенке, ведь дети любят нас бескорыстно. Но у нее в очередной раз не получается забеременеть, и Саша решается привезти домой мальчика из неблагополучной семьи. Взаимно влюбляется в него, и вот она уже похищает местную девчонку, чтобы у мальчика была сестричка. Девочка, конечно, хочет сбежать и в итоге сбегает. Саша стоит перед угрозой разоблачения, поэтому она сбегает в Казахстан и подставляет невиновного, когда-то любимого человека. В конце истории Саша раскаивается с содеянным и учится любить себя, а не выпрашивать любовь от окружающих. Антагонистом выступает полицейский следователь Артем, который страдает от критики отца полицейского генерала, на него давит общественность от того, что нет улик по делу о похищенных детях. От него уходит жена, и Артем погружается в пучину алкоголя, ему кажется, что жизнь кончена. И лишь благодаря поддержке своих детей, на которых он будто впервые обращает внимание после расставания с женой, благодаря своему полицейскому чутью, Артем расследует дело и задерживает преступника. Однако он понимает, что полицейская карьера была ему навязана отцом, и на отца он не хочет быть похожим, не хочет идти по проторенной дорожке. Поэтому оставляет полицейскую карьеру и занимается любимым хобби и воспитанием детей. В сериале много второстепенных линий, в основном это герои, которые травмированы детско-родительскими отношениями, это родственники главных героев, это их друзья и коллеги, а также это два главных преступника, которые страдали от насилия со стороны отца и матери. Однако фишка истории, на мой взгляд, что все не так просто, как кажется, потому что мы понимаем, что герои идут на преступления из благородных мотивов или из-за глубокой травматизации. Можно ли их этим управдать, как им можно помочь, как будет меняться отношение к этим героям, и можно ли сравнить Сашу, например, с преступником. Это триггер, такой крючок, который будет удерживать внимание зрителей на протяжении 8 эпизодов. Есть в сериале положительные герои, которые еще помнят о любви в своем сердце, это дети Артема, его бывшая жена и бывший парень Саши. Это люди, которые умеют прощать обиды и которые достигают своих целей, не поступая с нормами морали и собственными принципами. Локация – это провинциальный город Ахтубинска, Астраханская область, и люди живут там достаточно тяжело, и иногда не могут уделять детям столько любви, сколько бы им хотелось. Я рассказываю об этой истории, потому что я из Кирова-Чепецка, из похожего небольшого города, потом я жила в провинции побольше, старший ребенок в большой семье, поэтому это такая глубокая личная история. Все свои боли я в этот сериал вложила. Референсами выступают два отечественных проекта. Первый – про пропажу детей, про расследование сериала «Хрустальный», и второй – про полицейскую работу, про сложные отношения отца и сына, сериал «Потерянный». На этом все. Благодарю вас за внимание и за ваши вопросы. Спасибо. Коллеги. Юля, спасибо большое за презентацию. По мне, вы выбрали прекрасную тему, которая попадает во всех практически людей, во всех зрителей, от отношений родителей и детей. И в этом плане, мне кажется, это удачный выбор. Я бы хотел, наверное, не то чтобы спросить, а посоветовать вам. Мне показалось, что героиня Саши довольно проблематичная. Нужно понимать, что зритель входит в историю, в том числе благодаря главному герою. Он идет за ним. И очень важно, чтобы зритель любил, понимал главного героя. Из того, что вы рассказали, из того, что мне удалось почитать в синопсисе, мне кажется, Саша довольно проблематичный герой. Ее трудно любить, во-первых, потому что она похищает детей. И тут, мне кажется, вы можете со мной поспорить, но это ненормально, похищать детей. И это какое-то психологическое, психическое отклонение. Ну и плюс некоторые ее поступки, например, на Егора все, если я правильно помню Егора зовут, переложить ответственность. То есть она на протяжении всей вашей истории поступает, мягко говоря, не очень хорошо. И вопрос, может ли зритель такой героине сочувствовать, любить, понимать. Я, конечно, понимаю, что у меня есть детские травмы, отчасти она такая, потому что детские травмы. Но все-таки мы здесь говорим о драматургии и о важных вещах, благодаря которым зритель сможет пройти с вами, с вашей героиней эту историю до конца и досмотреть. Да, спасибо большое. Я приму во внимание. Да, у меня вся пилотная серия практически посвящена экспозиции Саши, где я рассказываю вот об этом коме, проблем, которые она переживает. То есть я вкратце затрагиваю и ее детство, и вот эту ситуацию с очередной сложностью забеременеть, и ей говорят, что она бесплодна. Вот, и я очень надеюсь, что зритель подключится и увидит вот это благородное желание спасти этого мальчика, который будет ей говорить, не возвращай меня домой, я тебе не скажу, где я живу, я хочу остаться с тобой. И насколько вот она запутается, да, провалится куда-то в негативную арку, но потом выправится и раскается. Очень надеюсь, что этого достаточно для подключения. Спасибо. Спасибо большое, Юлия, за презентацию, за проект. Тема действительно очень, ну, касающаяся всех, я соглашусь. Хотел бы сказать о хорошем. У вас очень сдержанная минималистичная идеология. Это очень украшает проект. Но, опять-таки, у вас, как героине, очень тяжело подключиться, потому что она, конечно же, не протагонист ни с какой стороны. Это больше Артему, может быть, сместить ракурс. Вот он ищет. Вот зайти в историю с ним и с ним же выйти. Как история раскручения этого дела повлияла на Артема, на его жизнь, на его отношения с собственными детьми. Именно вот это сделать главное. Потому что он больше протагонист, он за, так сказать, он пытается найти детей, разобраться в этом деле. А она эгоист, по сути. Эгоист, причем с какими-то серьезными проблемами. И это мнение и пожелание. А так вот, по поводу вопроса, что с Каспием, собственно, по поводу которого мы сегодня во многом собрались. Есть ощущение, что ваша история может без него обойтись. Хотелось бы, чтобы регион был одним из героев, что называется, определяющим местом. Вот такой вот вопрос, как бы вы на него ответили. Да, спасибо, Алексей. Очень ценные замечания про Артема. Я, безусловно, приму во внимание. По поводу Каспийского региона, да, это только региональная подвязка к Астраханской области, городу Ахтубинску. Где я бы хотела показать, как-то немножко подсветить местную обстановку. И то, что Саша сбегает потом в Казахстан, где находится ее бабушка, где я бы хотела немножко спараллелить вот эту вот социальную обстановку, вообще положение, как живут люди, да, ситуацию с детьми. Немножко показать вот эту параллель. Собственно, это все, на что я могу рассчитывать, к сожалению. Мог бы возникнуть национальный вопрос, вопрос пересечения границ, подозреваемых, потому что мы подозреваем иностранцев легче, чем своих собственных мерзавцев. Ну, то есть какие-то такие вопросы. Я просто, там и есть возможность в эту сторону расшириться, углубиться. Да, сто процентов, да, мне это интересно. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Юля. Следующий проект называется «Терек река дружбы» от Казбека до Каспии. Его представит Валерий Тимощенко. Валерий, привет, тебе слова. Извиняюсь. Мы договорились, что сначала мы запустим тизер, с вашего позволения, а потом я буду выступать. Спасибо. Как нам жить в мире? Я абсолютно четко вижу, что это невозможно исправить, если это не исправляется внутри души с человеком. Подожди, подожди, подожди. Это мое родовое село Отцовское. В Коране написано «Имеющий язык, но протягивающий руку к оружию, знайте, мои рабы, я не с вами». Да, уже лет не помню, даже когда в последний раз у нас какие-то конфликты происходили между казаками и чеченцами. Мы с ними чаще встречаемся, даже бывает выпиваем на берегу Терека, там, ягненка режем, празднуем все вместе. Нам нужно сохранить вот это вот потрясающее равновесие. Этот оркестр, который, чтобы он зазвучал, мы все должны быть разными. Высшим дал нам для мира, для согласия, для дружбы язык. Рога даются, клыки даются, когти даются только животному. Человек, имеющий язык, должен найти мир. Добрый день, коллеги. Я Валерий Тимущенко, документалист, гиковец, лауреат многих российских и международных кинофестивалей. Казачья кровь и в этом смысле лицо кавказской национальности. Я вырос на острове Чечень в Каспийском море, это напротив дельты Терека в Дагестане. Моя мама преподавала там русский литературу. Я представляю проект документального мини-сериала. Это рассказ о Кавказе и Каспии через мозаику портретов, через человеческие истории, нанизанные на вечный драматологический стержень. Этот стержень – река. Она и образ времени, и сценарный ход, и нить, соединяющая истории и народы. Пять фильмов о Тереке, пять кавказских республик, у каждой из которых свой участок реки. Осетины, терские казаки, чеченцы, кабардинцы, дагестанцы. В кадре сегодняшний день история экология. Теплохладность – это не про Кавказ, тут все горячо. Здесь если любят, так любят, а если горит, так горит. Увы, это было – война, боль, кровь. Но сегодня, слава Богу, на Кавказе мир. И мы, правда, по-настоящему вместе – мусульмане и христиане. И в окопах, где я многое снимал, и за праздничным столом. И то, что мы этот мир смогли восстановить и сохранить – важнейший спасительный опыт, который точно нужно осмыслить и сделать достоянием общероссийским, а может быть и мировым. В свете последних событий, на Ближнем Востоке, например, это просто чудовищно актуально сегодня. Каспий – мирное море, а Терек – река дружбы, это правда. Но надо понять, что нас, россиян, разных народов и конфессий, на его берегах соединяет и примеряет. Откуда вот эта симфония? Я думаю, это прежде всего русский язык, на котором мы все говорим. В Махачкале дагестанцы поставили памятник русской учительнице. Благодарность молодой девушке, той, что приехала на Кавказ по распределению и соединила нас всех, обучив русскому языку и великой литературе. Каждый из наших героев, я думаю, обязательно такую учительницу свою вспомнит. По жанру это эссе и одновременно роман «Дороги». Вертикальный сериал со сквозными героями, один из них – «Ваш покорный слуга». И в кадре чеченец будет временами рассказывать не о себе, а о казаках, а о осетина, дагестанцах и так далее. Этот сериал – объяснение в любви к народам, рядом и вместе с которыми я прожил жизнь. Этот замысел, уверен, объединит многих кинематографистов Кавказа. Помимо моей съемочной группы опытной, в создании сериала будут участвовать республиканские коллеги и друзья кунаки. Харон Хидаев, Течня, режиссер, председатель Союза кинематографистов Республики. Он сейчас с нами. Магомед Сулейманов, Дагестан. Тимина Туаева, Осетия. Василий Балдицын, Ставропольский край. И молодые кинематографисты, и выпускники, и студенты моей мастерской в ростовском филиале «ГИКа». Мы с ними плоть от плоти Кавказа и Каспио. Дружить надо в деле, я думаю. И этот проект нам в этом поможет. Спасибо. Спасибо за внимание. Коллеги. Добрый день. Спасибо большое за историю. Хочу, ну не знаю, мне кроме слова благодарности и пожелания реализовать этот проект, никаких вопросов нет. Нет, вы в финале упомянули, что это будет эссе, и на все отвечает. То есть и герои будут не по сериям разложены, а будут возникать и пропадать по ходу истории. Да, они могут перетекать. Тогда вот небольшой вопрос, а почему пять серий? Это просто по народам, да, по каким-то... Да, потому что пять республик, пять республик, и вот мы делали, я понимаю, что возможно может быть и в виде полного метра, вот, но все время не получалось, потому что все хотят о себе рассказать больше, и я думаю, что каждый... Чечня – это одна цивилизация, Дагестан там другая, несмотря на то, что мы вместе живем. Поэтому... Единственное пожелание – с водами Терека доплыть до Каспия и, может быть, к соседям куда-то. Вы знаете, я... Недолго доплыть, а так огромное спасибо, действительно. У меня еще одно пожелание. Попробуйте со своей вместе командой разработать что-то вроде франшизы, потому что здесь можно модель вашего сериала применить к другим регионам Каспийского... Я тоже об этом подумал. ...каспийского региона, то есть Терек не единственная река, которая наполняет Каспий. Совершенно верно, я только хотел об этом сказать. Есть народы, живущие по берегам других рек, и вы просто можете... Да, по сути, это может быть мини-сериал, который является первым сезоном большого проекта регионального, на копродукционное софинансирование которого вы могли бы претендовать в рамках тех институций, которые созданы сейчас в целях укрепления международного сотрудничества в регионе. Именно так вот Урал — это Казахстан, Кура — это Азербайджан, и мы о них очень мало знаем. Мне бы очень хотелось узнать не политическую информацию, а какую-то человеческую, то, что там происходит, и в Иране, Сифидрут, Рикат и так далее, и так далее. То есть, ну, вы совершенно правы, можно в эту сторону двигаться. И я хотел сказать, может, немножко о другом, поделиться с вами, коллеги, что вот Каспий — это море, где нет войны. Вот все народы эти, вот пока, ну, это редкое место, это действительно море дружбы. Мы даже думали еще о другом проекте, ну, не успели его подготовить, о Каспийской флотилии, которая не воюет, которая там внутри, такая вот флот дружбы. А здесь, здесь, ну, мне, например, было бесконечно узнать об Иране что-то, и, наверное, это должны делать, возможно, сами иранские кинематографисты с нами. Надеюсь, что им тоже будет интересно узнать, кто живет на том конце моря. Простите за многослуги. Да, ну, я напоминаю, что фонд регионального кино поддерживает подобные проекты, альманахи, посвященные развитию региона. Валер у нас два раза побеждал на проектах фонда с проектом про спецоперацию. Поэтому, Валер, ну, на следующий год советую вам подать заявку, вот, Иван, да, прокомментирует, а потом, может быть, господин Раид Фарид Даде как раз, ну, прокомментирует, может быть, как иранский кинематограф отнесется к копродукции с подобным проектом. Да, я бы хотел просто... Тут даже название хорошее рождается. Семь рек. Волга, Терек, Урал, Эмба, Кура, Самур, Атрек. Семь ровно. И Сепфедрут. Да, ну, тут можно... Да, в общем, хорошая история, на самом деле. Хороший большой международный проект. Спасибо. Господин Раид Файрид Заде, есть у вас желание прокомментировать данный проект и возможность копродукции с Ираном? Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Благодарю вас. на связи. министерства культуры чеченской республики. коллеги. И я так понимаю. Это соавтор. Это соавтор. Мой соавтор. Харон Хадеев. Хидай. Хидай. Может быть у Харона будет какое-то дополнение. Харон скажи что-нибудь. Слышно меня? Да. Отлично. Да. Я всех приветствую. Валера изложил ясно нашу концепцию. Дополнять тут ничего не надо. Но я надеюсь что наш проект получит одобрение. И будем над ним работать. Спасибо. Скажите. Я спрошу. Если найдутся какие-то первоначальные деньги. Или фонд регионального кино. Или министерство культуры Российской Федерации. Готовы ли Минкульт Республики. Чеченской Республики. Софинансировать данный проект. Ну на этот вопрос я ответить не могу. Его надо проработать. Но я надеюсь что его поддерживают. Это очень интересный проект. Который нам интересен. Ну на данный момент нет грантовой поддержки. Я так понимаю что он не генематограф. Но возможно привлечь инвесторов. Да. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо Валерий. Спасибо коллеги. Крайний проект на сегодня. Называется Хамза. Ислам Сатыров. Из-за минеральных вод представит данный проект. Так. Здравствуйте. Меня зовут Ислам Сатыров. Меня слышно? Меня слышно? Есть. Вас слышно. Все хорошо. Спасибо большое. Так. Демокрация есть, да? Да. Еще раз представлюсь. Меня зовут Ислам Сатыров. Я представляю проект полнометражного комедийного фильма. Называется он Хамза. Итак. Дагестан. Наши дни. Чудаковатый пастух Хамза. Также популярный у себя в округе блогер. В тайне находится в отношениях с дочерью главы аула, в котором он проживает. Узнав об этих отношениях, глава собирается выдать дочь замуж за другого. Но Хамза решает бороться за свою любовь и с помощью своей популярности. Он хочет вынудить главу изменить свое решение. Для этого он начинает в сети, в общем, настраивать людей против него. Критиковать его работу. Поднимать различные проблемы аула. И люди еще поддерживают его в этом. Но глава, в свою очередь, тоже не остается в долгу. Он дает поручение своему помощнику, чтобы тот занялся соцсетями и как-то противодействовал этим нападкам. Помощник начинает активно пиарить в сети своего шефа. Он привлекает различных работников бюджетных организаций. Все наперебой начинают записывать различные видеоролики с похвалой в адрес главы. Но в итоге этот конфликт выходит за пределы интернета. И люди начинают открыто выражать свое недовольство работой главы. Тогда глава решает воздействовать на Хамзу через его деда. Дед, который вырастил, воспитал Хамзу. Глава выставляет себя невинной жертвой клинты Хамзы. И дед в ярости, значит, отбирает у него телефон, разбивает его и оставив тем самым без интернета. Тогда Хамза идет в Абан вместе со своим другом. Они решаются на похищение этой девушки. Причем прямо во время проведения праздничного юбилея во дворе дома главы. Но происходит казус в суматохе, в темноте. Там они по ошибке похищают другую девочку. Из-за чего оба оказываются за решеткой. Из-за этой ситуации глава ускоряет процесс помолвки дочери. И на следующее утро уже назначает проведение обряда бракосочетания. Несмотря на то, что Хамза находится за решеткой, он не хочет сдаваться. Он с трудом дается достать телефон. Он созванивается со своей девушкой и предлагает план побега. Утром девочка сбегает прямо с помолвки. Хамза обманом сбегает от дела. Но не добежав до места встречи, его все-таки догоняет полиция и снова арестовывает. Помолвка сорвана. Глава в ярости. В вешенстве срывается на окружающих. И под его горячую руку попадает его помощник. Которого он выдворяет скандалами, криками и вовсе увольняет в итоге. Обиженный на него помощник отправляется в отдел к Хамзе. И снимает его на видео за решеткой. И пытается убедить, чтобы он призвал народ подняться против бесчинности главы. Но Хамза на тот момент уже узнает, что слишком много дробь наломал. Много чего натворил. И он отказывается от этого. Об этом узнает, естественно, глава. Он из-за этого смягчается и дает поручение освободить Хамзу. Озадаченный таким поступком Хамзы, глава заходит в ненавистные ему соцсети. Он изучает профиль Хамзы. И просмотрев несколько роликов с мудрыми назидательными высказываниями о человечности, о порядочности и так далее. Глава осознает, что был несправедлив к окружающим, к подчиненным, к близким, к дочери и так далее. И это становится причиной примирения всех сторон. В качестве референса я хочу привести три фильма. Это «Кавказская пленница». Здесь бы я ориентировался на визуальное решение, атмосферу. Далее американский фильм «Знакомство с родителями». Здесь схожие характеры героев. Тематика противоборства будущего зятя и кестия, так скажем. И легкая французская комедия «Супер-аллиби». Здесь мне нравятся диалоги, темпоритм повествования. Очень динамично сделано. Несмотря на комедийный формат, затрагиваются и важные актуальные темы. Во-первых, это влияние социальных сетей на общественное мнение. Далее такая тенденция популярности. Сейчас успешные успеха, так называемого. Когда достижение цели любой ценой пренебрегается даже порой общечеловеческими моральными ценностями. И конфликт поколений. Я в этом проекте являюсь режиссером, сценаристом. Вот у нас на днях буквально вышел в прокат наш дебютный полнометражный фильм «Испытание аулом», который был поддержан Министерством культуры РФ. И, собственно, при поддержке культа мы его и сняли. И он получил гран-при на кинофестивале семейного детского кино «Ноль плюс». И другой мой проект – это документальная картина, короткометражная «Инста поступ». Как раз вот про моего героя. Сначала я про него снял документальный фильм. Он скоро тоже выйдет в прокат в составе «Альманаха» от студии «Свободного кино». И он участвовал в трех международных фестивалях за границей. И на одном из них получил специальный приз. Спасибо за внимание. Спасибо, Ислам. Коллеги. Спасибо. Спасибо большое за презентацию, за проект. Хотел бы отметить, что сценарий лучше, чем вы его презентуете. Действительно остроумная история. На следующих презентациях улыбайтесь и через юмор старайтесь подавать, потому что у вас действительно остроумный текст. Единственный такой недостаток, который лично мне бросился в глаза – это то, что плохой тесть в конце становится хорошим. Посмотрел видео и стал хорошим. Ну, это такая немножечко залипуха. Это как-то слишком выглядит наивно. Если вспомним кавказскую пленницу, то, конечно же, никакой злодей не может быть, не перекуется. Там товарищ Саахов остался с самим собой, что бы там с ним не произошло. И, кроме того, у знакомства с родителями, насколько я знаю, есть продолжение. Поэтому, что ж там. Кто знает. И поздравляю вас с премьерой. Я видел ролик, по-моему, отличный. Испытание с аулом. А вы там режиссер или сценарист, хотелось спросить? Режиссер и сценарий тоже мы работаем. Это вы режиссер, да? Испытание с аулом. Испытание с аулом, да. А, супер. Спасибо. Спасибо большое за эту презентацию. Если у коллег есть какие-то мысли, передам микрофон. Исламы, скажи, пожалуйста, в этом проекте, как ты видишь компродукцию с нашими дружескими странами? Ну, изначально я писал вход в Дагестан. Ну, то есть, это место, в котором я часто бываю, вырос, можно сказать. И поэтому, из расчета на Дагестан, на северную его часть точнее. Ну, именно северная часть Дагестана, то, где я планирую это сделать, она, на самом деле, напоминает Среднюю Азию. Это теплая часть. И, в частности, Казахстан. Если, ну, будет интерес партнеров, казахстанских киностудий и так далее, то, в принципе, можно и перенести действие в Казахстан. Там есть и ментальные, и культурные сходства, и язык, и так далее. И все эти, и приколы, и сюжет, оно все будет как-то точно обосновано, мне кажется. Скажи, а вы испытания «Аулом» в Казахстане будете прокатывать? Ну, я хочу коллегам сказать, да, что часть группы, съемочной группы в проекте была из Казахстана. Так что испытания «Аулом» — это тоже уже компродукционный проект. Да, собирается выйти, но, скорее всего, попозже, потому что сейчас там очень плотно все забито по графику. И вроде бы после Нового года пока на этом остановились именно в Казахстане. Либо, может быть, про наш проект про «Ахамзу» тоже можно как-то совместно с казахстанскими кинематографистами часть группы. И все-таки, если касаться регионального положения дела у нас, да, у нас все-таки опыта маловато, и поэтому хорошо было бы привлечь опытных казахстанских, так скажем, кинематографистов для этого проекта. Возможно, так все обсуждаемо. Анара, можете прокомментировать, насколько, если смотрели испытания «Аулом», либо видели, насколько перспективная история для казахского зрителя, и вот новый проект «Ислама», насколько может быть интересен вашим структурам, которые распиляют финансы? Не слышно вас? Не слышно? Нет, микрофончик включите, пожалуйста. Сейчас слышно? Да-да-да, слышно. Я не могу отвечать, Ислам, за прокатных начальников, за начальников, которые занимаются финансированием. Но проект ваш интересный, да, он, конечно, это очень хороший жанр, комедия, и я считаю, что это один из самых сложных для режиссеров реализации в кино этот жанр комедийный. У нас много таких фильмов, я не имею в виду вот такого подобного сюжета, но зритель идет, и в основном это частные структуры, которые снимают такое кино, там, Келинки, Сабинки, там, выйти замуж за какого-нибудь Акима. Вот такого пример народа. Ну, народ идет, смотрит. Я думаю, что если вы, пожалуйста, обратитесь ко мне, давайте, может быть, как-то мы, я помогу вам, потому что я в среде, я знаю кинематографиста, возможно, где-то вы найдете точки соприкосновения. Вот пока только так. Если мы экспертные оценки, ну, общие слова говорим, я считаю, что сейчас нужно по-другому, так как у нас в основном все участники онлайн, я хочу начать, наоборот, с того, чтобы эксперты сказали сначала слово, затем мы оставим в трансляции только экспертов, мы обсудим проекты и распределим. Ну, как я говорил, у нас три диплома. Если вдруг жюри скажет, никто не достоин, либо, наоборот, может быть, там, больше номинантов, лауреатов мы хотим отметить, мы это можем, безусловно, сделать. Вот, потом мы посовещаемся. И уже победителей мы опубликуем в телеграм-канале Movie Start и в телеграм-канале Каспийского кинофорума, потому что у нас в основном онлайн-участники, поэтому нету, ну, такого необходимости сделать массовое награждение. Да, Иван? Да. Коллеги, тогда я прошу всех не отключаться, остаемся на месте. И по традиции слово экспертам о том, как они провели эти два с половиной часа. Григорий, наверное, с вас начнем. Есть ли потенциал в Каспийском копродукционном производстве? Какие темы, возможно, могут быть интересны? В чем должно быть развитие Каспийского питчинга? Ну, я сегодня уже упоминал, что большинство питчингующих сегодня подняли темы важные, они широкие, они в том числе коммерческие, они перспективные для, в том числе для онлайн-платформ и коммерческого кино. Так что, прежде всего, молодцы. Было очень много интересных проектов. Я вот сейчас сижу, пытаюсь выставить оценки, и это непросто, потому что сегодня проекты все разные, в разных жанрах и разные темы, но все было интересно слушать. Поэтому, какие еще вопросы были, простите? В чем потенциал копродукции? Какие темы могут быть интересны на будущее отборщикам наше наставление? Ну, я бы здесь не хотел как-то вгонять авторов, тем более таких талантливых, в какие-то узкие рамки. Просто я думаю, что нужно поднимать общечеловеческие темы, человеческую драму, абсолютно простую, но делать это на фоне интересных мест, локаций в Каспийском регионе. То есть, оставлять истории общечеловеческие, но украшать их колоритом региона. Спасибо. Алексей, Саша. Еще раз я их приветствую. Хочу сказать, что очень сильный конкурс в Каспийском форуме. Опять-таки, у меня есть фавориты, я не могу их говорить пока, да? Пока нет. Вот. У меня есть фавориты, как раз три, прям, то есть, вот я буду всячески старательно за них, не знаю, там, интриговать. Вот. А по поводу того, куда развиваться, развиваться, мне кажется, людей во всем мире интересуют две вещи. Это любовь и смерть. Поэтому жанровое кино, мне как представителю платформы, интернет-платформы, я точно знаю, что сильнее всего зрителями востребованы как комедии, так и детективы, триллеры. В нынешнем конкурсе не было совсем истории любви, вот, хотелось бы пожелать мелодраму. Ну, то есть, исключением вот комедии, если это можно, но это же не мелодрама, это комедия в чистом виде, которую нам Ислам предложил. Вот. Что не делает ее плохой, но, тем не менее, жанр немножечко другой. И они востребованы сейчас, то есть, там, можно о турецком кино вспомнить, о турецких сериалах, которые смотрят активно. А так, перспектив много. Я за жанр, аккуратно. Спасибо. Матвей. Огромная благодарность всем выступающим сегодня, потому что действительно получилась очень насыщенная программа и сильные участники. Действительно радует то, что документальное кино пользуется спросом и создаются новые проекты. И здорово, что есть обилие жанров, разнопановых жанров, что есть комедии, есть, опять же, документальные и игровые веб-сериалы, полуметражные работы. В общем, из рекомендаций хотелось бы, наверное, сказать про то, что, опять же, про сюжет, потому что даже в документальной истории можно делать больше акцента на героя, на конфликт, на события, на некую большую событийность, наверное. А так, всего огромной благодарности. Вот я вам, как редактор XMOS, хочу задать вопрос. Есть ли авторы, которые, может быть, популярны в Азербайджане, в Казахстане, ну, наверное, да, прежде всего, или, может быть, даже иранские авторы, которых издает XMOS достаточно нормальными тиражами? Может быть, вот, условно говоря, с них начать, ну, их привлекать к подобным питчингам? Конкретно про авторов не отвечу, на самом деле, не знаю ответ на этот вопрос, но вот про привлечение к подобным питчингам, да, это было бы очень продуктивно. Либо, допустим, та литература, которая популярна в этих странах, которая издает XMOS в русскоязычных странах, да, может быть, тоже на будущее вы нам дадите рекомендации, кого пригласить к питчингам, те, ну, те книги, которые вы, которые можно экранизовать, экранизировать, да, и те книги, которые популярны в этих странах. Да? Да. Хорошо. Спасибо. Коллеги, прежде чем Ивану Кудрявцеву передать слово, я хочу дать слово нашим коллегам, которые с нами онлайн, Анара Кашаганова, как вы провелите два с половиной часа и в чем развитие ко-продукции наших дружных стран? Вы знаете, есть такое выражение, что все жанры хороши, кроме скучного, да? Вот. Мне не было скучно. Мне, во-первых, очень интересно. Я благодарна знакомству с такими замечательными членами экспертного совета. Я думаю, мы в будущем будем дружить, дружить и продолжать наши взаимоотношения профессиональные. Ну, я ознакомилась. Сейчас очень хорошо, что увидела вживую, воочию реализаторов проекта. У меня такое сильное раздвоение просто. Я двоюсь, кому отдать предпочтение, в какую сторону двинуть, так сказать, свое желание к тому, чтобы проекты реализовались. У меня тоже есть фавориты. И я тоже постараюсь за них побороться, обосновав, конечно. Но одно из самых прогрессивных, лучших сейчас форм сотрудничества, конечно, в нашем профессиональном деле, это, конечно, по продукции. И развитие по продукции как таковой, я думаю, мы очень мало используем эту возможность. Казахстанское кино, оно очень насыщенное. Оно невероятное количество людей, которые хотят заниматься этой профессией. Вот у нас недавно прошел питчинг, как там было представлено почти 350 проектов. Каким образом, правда, это все бы реализовывалось, если бы нашлась возможность это все финансировать. И питчинг показал, что в Казахстане есть достаточно интересно мыслящие, очень талантливые, очень оригинальные кинематографисты, которые, я абсолютно убеждена в этом, с удовольствием бы подключились к опродукции как таковой. Потому что, когда объединяешь усилия творческие и финансовые, что немаловажно, оно всегда дает больше эффект. То есть, грубо говоря, меньше затратишься финансово, но можно получить очень хорошую отдачу к опродукции. Это учитывая и прокаты, и сферы, так сказать, распространения картин, и вообще человеческое общение профессионально. Оно всегда интересно. Так что я надеюсь, что у нас это должно обязательно получиться. Спасибо. Спасибо. Вчера мы говорили о том, что Казахстан с России за последние пять лет снял всего один проект. Тарлан Юлии Захаровой, авторы из Казани. Но еще, я насколько знаю, был фильм Яны Скопиной, по-моему, когда кончится лето. Вот, собственно говоря, два проекта. Поэтому я думаю, что есть, безусловно, перспективы. Этих проектов должно быть больше. Господин Раэт Фаридзадей и Мухаммад Хамиди, кто-то из вас скажет, либо оба. Подведите ваше впечатление, расскажите ваше впечатление о питчинге. Я приветствую вас, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Я приношу большие извинения из тех самых технических помех, о которых я говорил. К сожалению, я не смог подключиться в нужный момент. Поэтому, если позволите, я бы хотел подметить несколько моментов. Месяц тому назад мне удалось побыть членом жюри на питчинге в Казани. Питчинг прошел прекрасно. И сегодня, к сожалению, я не могу в должной мере, наверное, оценить эти проекты, ввиду того, что они присутствовали полностью. Но с учетом того, что как раз-таки то, о чем уже говорит господин Фаридзаде, произошло некоторое непонимание относительно того, какие проекты надо будет оценивать. Поэтому, наверное, я хотел бы сказать в первую очередь то, что в Иране мы в будущем будем очень рады помочь вам. Действительно, у нас есть большое количество структур для копродакции. И первый этап кооперации, вот этой копродукции, это рассказ о потенциале стран. Потому что, к сожалению, иногда проводятся питчинги. И сами создатели фильмов не знают, в какую конкретно тему им стоит подавать материалы, как именно их представлять. Если чуть больше освещенность будет на Каспийском форуме осуществлена, мне кажется, что можно будет проводить куда более обширные проекты. Так, например, если некий режиссер из Казахстана захочет искать сотрудничество с Ираном, я уверен, что можно будет найти непосредственно сотрудничество, возможность сотрудничества. Я это говорю в качестве таких небольших комментариев относительно всей ситуации. К сожалению, повторюсь, сегодня я не смог отслушать проекты полностью, но я очень рад, что присутствую на этом питчинге. А если говорить о проектах документального кино, о которых говорил господин Фаридзаде, так я повторюсь, мы полностью поддерживаем инициативу о создании международных фильмов, и наше международное отделение будет рада помочь вам. Более того, мы в Иране являемся организаторами одного из самых крупных фестивалей, которые пройдут в месяц ноябре в Иране. Я хотел бы пригласить на питчинг будущий фестиваля Хагигат наших уважаемых коллег. Это конкурс, который подчеркивает важность сотрудничества. И мне кажется, что мы можем использовать эту платформу для того, чтобы сформировать более общие подходы к развитию кинометров в регионе. И даже тот питчинг, который мы провели сегодня, мне кажется, он мог бы стать прекрасным шагом для дальнейшего обсуждения. То есть эта инициатива должна и дальше процветать. Я надеюсь, что на Хагигате будут представлены для питчинга синопсисы фильмов-документальмов. А на фестивале нашего отечественного кино, ФАДЖ, можно будет также представить ряд уже перечисленных проектов. Единственное, что, если будет возможность, повторная возможность, то я бы хотела более подробно рассказать о том, что представляет из себя иранское кино и что представляет из себя кино в Иране, в принципе, киносъемки, кинопроизводство и так далее. Поэтому я буду рад участвовать в будущем. И касаясь вопроса о участии писателей на подобных питчингах, мне кажется, что эта идея прекрасна. Ввиду того, что использовать сюжеты книг в популярных регионе – это отличная идея. Благодарю вас за ваши усилия. Господин Раид Фаридзаде, может быть, вы что-то добавите? Да, благодарю вас. Спасибо большое. Также хотел поблагодарить своего коллегу, господина Могадама. Я также хотел уточнить, что действительно есть два основных момента. Помимо вот этих двух моментов, мне кажется, что важно было бы узнать, что популярностью пользуются не только смерть, любовь, но и также жизнь. Тема схожая, но, возможно, здесь речь идет скорее о том, в каком формате, в каком жанре предоставлено. Таким образом, когда мы говорим о создании совместного конфекта, нам необходимо говорить о проработке общих тем. И проекты, которые создаются, должны напрямую быть связаны с культурным наследием, культурным слоем стран. Таким образом, мне кажется, что, как коллеги уже говорили, было бы логично использовать совместные литературные памятники, например. Благодарю вас за уделенное время. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Я дам небольшой комментарий. Во-первых, хочу спасибо сказать нашим отборщикам, Алине Нигматулине, Роману Картушину и за отбор, и за тренинг всех участников. И еще раз поздравляю всех участников с замечательными презентациями, на мой взгляд. Хочу дополнить слова коллег из Ирана. Напомню, что на Московском кинофестивале мы проводили российско-иранский питчинг, и как раз коллеги из фонда ФРАБИ оценивали данные проекты. Было тоже около 70 заявок, мы отобрали, по-моему, 8 проектов. Мы можем к ним вернуться и обсудить, собственно говоря, и те проекты, и что, ну, нащупать темы, нащупать из тех проектов или из других проектов, выбрать то, что можно готовить к поиску финансирования в России, к поиску финансирования в Иране. Ну и, безусловно, с Казахстаном, с Азербайджаном и Туркменистаном будем рады содействовать в реализации проектов. Также хочу сказать, что компания Линдок, студия Линдок, при нашей поддержке проводит питчинг стран СНГ уже второй год. Многие из нас были там. И тоже достаточно высокий, высокого уровня проекты, которые имеют перспективу в реализации. И несколько проектов уже сейчас реализуются. Это проекты Линдока с Узбекистаном, с Белоруссией. Ну, собственно говоря, что касается стран Каспия, я думаю, что здесь тоже действительно перспективно. И при всех тех неудачах, к сожалению, не дошла информация о питчинге вовремя до наших международных коллег. И поэтому международное представительство здесь достаточно было, может быть, на не самом достойном уровне. Но в любом случае мы питчинг провели. И нам не стыдно за те проекты, которые были отобраны в шорт-лист. Но, собственно говоря, это только начало. Иван Кудрявцев. Спасибо, Дмитрий. Спасибо огромное, уважаемые коллеги, за возможность быть сегодня здесь и познакомиться с новыми интересными проектами. В странах региона проживает больше четверти миллиарда человек. Это огромные рынки сбыта для контента самого разного. И отрадно, что сегодня мы видели игровое кино и неигровое кино, и анимацию. И мне кажется, мы сейчас просто только входим во вкус, а потенциал у сотрудничества огромный. Ко всем участникам сегодняшнего питчинга и к будущим участникам Мой призыв простой. Сразу думайте над своими проектами в контексте межрегионального транс-каспийского сотрудничества. Ищите партнеров на других берегах Каспийского моря. Придумывайте реальные, не искусственные мостики сюжетные между разными уголками этой нашей огромной галактики, этой нашей вселенной. Это, безусловно, открывает уникальные возможности, потому что сейчас все страны региона ищут способы софинансировать проекты. У Минкульта есть российские классные инструменты для софинансирования проектов. Мы можем поддерживать фильмы как мажоритарно, так и миноритарно. То есть даже если в фильме минимальное российское участие, но оно там есть, фильм может претендовать на российское госфинансирование и будет в России считаться национальным фильмом. Поэтому дерзайте и больше думайте о соседях. Вот мой призыв. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok